А это на самом деле конечный ресурс. Не так много людей в мире способно консультировать, не так много людей в мире способно преподавать. И вообще говоря, рынок на сегодняшний день в этих областях в общем довольно сильно заполнен. Может быть в зависимости от другого типа ресурсов, не обязательно человеческого. Например, предположим вы хотите выращивать какое-нибудь растение в оранжереях, в теплицах. Вот если вы хотите в два раза увеличить урожай, вам на самом деле придется почти в два раза увеличить размер площадь своих теплиц. И этот проект не венчурный, потому что в нем вы вложили какие-то деньги, они к вам вернулись, окупились. Вы прекрасно выполнили свой бизнес-план, построили хороший устойчивый бизнес. Но возврат этих инвестиций исчисляется абсолютно фиксированными процентами. Может быть не единицами процентов, как в банке, а десятками. Вот они такие, никуда дальше не денешься. А вот если вы вдруг создали компанию типа Google или Facebook или более ранние времена Microsoft или Oracle, то те деньги, которые были затрачены на разработку, возвращаются в миллионно-кратном размере через соответствующие каналы продаж. Да, это непросто. Да, один из тысяч оказывается таким чемпионом. Но если вы вкладываетесь в проект, который потенциально такой возврат может дать, то это проект венчурный. И венчурные инвесторы ищут и вкладываются именно в такие проекты. А в чем особенность этих проектов? Любая компания, становящаяся мировым лидером на таком технологическом рынке в области венчурной зоне, она в определенном этапе своего существования переживает экспоненциальный рост. То есть вот чем больше бизнес, чем больше мы работаем, тем быстрее мы растем. Возникает система, так сказать, положительной обратной связи, в отличие от классических социально-экономических систем, где в первую очередь работают отрицательные обратные связи. То бишь, чем больше ты заработал, тем больше себя налогов взяли. А вот если система такая же, чем больше ты заработал, то тем больше ты заработал на следующем этапе, вот тогда возникает положительная обратная связь. И возникают бизнесы, в которых оказываются совершенно неожиданные эффекты. Знаете, я помню, как лет, уже скоро 15 назад, в конце 90-х годов, я в это время был сотрудником корпорации Microsoft. Я больше 15 лет проработал в международных транснациональных корпорациях технологического сектора, и больше всего в Microsoft, хотя в разных ролях, в разных странах и так далее. И вот на одном из собраний руководящего состава корпорации, там, ну, в Microsoft в то время руководящий состав насчитывал, наверное, по всему миру тысяч пять человек. То есть это так не кулуарное собрание, а достаточно большое. А в корпорации тогда работало, наверное, тысяч пятьдесят. Ну вот там каждый десятый из них, условно говоря, менеджер. Соответственно, вот из пятидесяти тысяч, порядка пяти тысяч, так сказать, руководства корпорации ежегодно собиралось и продолжает собираться. Это вообще корпоративная традиция. И высшее руководство там рассказывает о результатах предыдущего года, о планах на следующий год. И вот на одном из таких собраний, в конце 90-х годов, в 98-м или 99-м, я точно не помню, это было незадолго до того, что называлось dot-com bubble, который для вас, наверное, это некая древняя история, а для меня лично часть жизни, которую мне пришлось пережить 10 лет назад. Но это был момент, когда вот весь IT-рынок был на абсолютном пике. Он до сих пор не вернулся к тем показателям, которые были в этом сегменте в то время. Так вот, chief financial officer, то есть как бы финансовый руководитель корпорации, на этом собрании сказал, что бизнес корпорации Microsoft сегодня стал выгоднее, чем печатание денег. Почему это было правдой? На самом деле, действительно, по соотношению затрат на производство лицензии на программный продукт корпорации Microsoft было меньше, чем соотношение затрат на печать банкнот. Банкноты, они, в общем, довольно дорогие в производстве, там краска, специальная бумага, специальные станки нужны, а лицензия на программный продукт – это бумажка. Но за эту бумажку платят деньги, деньги большие. А другое дело, что для того, чтобы получить возможность продавать вот такие бумажки лицензии за большие деньги, необходимо было на протяжении многих лет инвестировать в разработку, в создание интеллектуальной собственности, которая принадлежала корпорации Microsoft, Oracle, IBM, SAP, компаниям первой технологической волны в области информационных технологий. И объемы этих инвестиций тоже впечатляли. Тогда, в те годы, Microsoft в R&D инвестировал ежегодно порядка 6 миллиардов долларов. Я думаю, что сегодня это еще, ну не на порядок, но в разы больше. Не меньше в истории прецедентов, когда бизнес очень успешный, покупал бизнес просто успешный, или тот бизнес, который был очень успешным на предыдущей стадии, а потом стал сдавать свои позиции, и благополучно его убивал полностью. Вот наверняка все присутствующие здесь знают, что такое HP. А кто-нибудь помнит о том, что такое Компак? Компак была компания, которая была лидером этого сектора до того, как ее купил HP. После того, как ее купил HP, от нее остались рожки до ножки. Более того, что интересно, что бизнес HP после приобретения Компака реально не увеличился. Хотя он немножко, так сказать, замонополизировал рынок, но тем не менее, как раз в этом сегменте, где Компак был маркет-лидером, HP не вырос. А так вот, любопытно, что Компак сам до этого не так задолго, наверное, лет за 5-6 до того, как его поглотил HP, сам поглотил другую культовую компьютерную корпорацию конца 20-го века, про которую вы, наверное, уже не слышали никогда, которая называлась Digital. Digital делали вот DEC-компьютеры и была маркет-лидером на протяжении довольно длительного периода времени. Она выросла в середине 70-х годов, даже немножко раньше, в начале 70-х годов, на волне, так сказать, новой технологии, связанной с мини-компьютерами, как противовес IBM меймфреймам. Лет 25 была действительно маркет-лидером в этой области, потом постепенно стала утрачивать позиции и вот в какой-то момент была куплена Компаком. Компак сделал то же самое, что впоследствии с ним сделал HP, то есть бизнес Digital прибил, а сам на этом не вырос нисколько. Сам Digital в свое время был известен тем, что они приобрели корпорацию Tandem со своими компьютерами и так далее. Это длинная история. Корни иногда существующей корпорации, там даже трудно найти вот столько за ее историю было этих мерджеров и аквизишенов, хотя в реальности истории-то не такие уж длинные. Ну вот, а в любом случае, что бы ни произошло на этом этапе, вот у стартапа выход есть всегда. Либо он разоряется, либо он вырастает в успешную компанию, которую приобретает кто-то через M&A, как стратегический инвестор, либо он развивается в успешную корпорацию, которая выходит на IPO, становится публичной. И тут-то возникает самое любопытное. Какой бы из этих сценариев не произошел, кроме сценария разорения, который, естественно, самый частый, надо понимать, основатели компании становятся богатыми людьми. Причем так, по-настоящему богатыми. И не так, как наши олигархи в некоторых случаях. И у них возникает вопрос. Как правило, это люди непенсионного возраста, вполне себе молодые и успешные, с большими деньгами, с которыми надо что-то делать. Потому что непонятно, зачем человеку миллиарды долларов. Вот на его личную жизнь, на удовлетворение личных потребностей, это никогда не потратить.